Вот так людей должны быть Добрый день! Есть свободный компьютер, но рабочий комфортно будет, да Прежде чем мы начнем сегодняшнюю тему Удаление пропусков и выбросов Давайте поговорим о том Мы занимаемся анализом данных Значит мы эти данные откуда-то берем И соответственно Надо понимать, в каких форматах вы это делаете Я приведу пример, как мы скачиваем данные У нас будет просчет аналитической работы Нужно будет самостоятельно С некоторых сайтов, с некоторых ресурсов забрать данные Но, тем не менее, самый распространенный, удобный Формат это csv-формат Давайте напишем файл .csv Конечно, есть огромное количество форматов Но это самый видовой, универсальный Кто не знает, как расшифровывать csv это Commons Parated Variable Это данные разделенные запятой Данные разделенные запятой Но дело в том, что в России запятая Она для другого используется То есть не для разделения данных А для разделения чего Целые, другая часть в десятичном представлении И поэтому такие файлы в России не читаются в прямом смысле Значит можно сказать, что В России, допустим, в Европе И в России Здесь действительно разделитель между данными Это запятая А десятичный разделитель Это кто? Точка Точка, да Именно та точка, которую вы меняли В Moodle Помните, да? В Moodle европейская система А в России Нашим разделителем является Точка запятой Точка запятой И соответственно десятичным разделителем Является запятая Ну вот не договорились Про свое время И сейчас немножко мучились Дело в том, что на файле Не написано как он Европейский или русский Не написано Я вам пример приведу Вам не надо сейчас запускать компьютер Просто потеряем на это время Мы еще будем возвращаться к этой специфике И тем не менее Я пример приведу Зайду там на сайт Финан, к примеру Выберу индексов Насдаковский И вот здесь экспорт котировок Просто смотрим на дозу Можно подобный ресурс Любой взять Здесь предлагают Какой диапазон акций Вы хотите Индексов вы хотите получить С каким шагом в один день И вот здесь вот Написано В каком виде я хочу получить Этот файл Ну вот csv Вот тот самый csv Который есть Но Есть поле Разделитель полей И вот Если я не нахожусь в России То я должен выбрать Кого в точку Запятой Тогда я хочу данные Спокойно скачаю в excel И с ними буду работать Но я специально сейчас Делаю запятую Как будто мы находимся В Европе И получаем файл Естественный файл csv И тогда Но здесь можно там Выбирать Какие данные Вы хотите загрузить Мне сейчас не важно На самой коробке Возьму Получить файл Все скачиваю файл Там неважно По каким там названиям Он скачался Я теперь пробую его открыть Значит этот файл На самом деле Считайте что он пришел Из Европы Нам ганс Из Германии Попробуем его открыть Попробуем его открыть Открывается он вот так вот Неожиданно Ничего такого хорошего Вы здесь не увидите Почему? Ну потому что Вот здесь запятая стоит Между данными То есть по идее Это должен был отдельный столбец Это тикер Комбат компании Тикер индекса Период Какой там вы делаете Все это должно было быть По столбцам Но он не раскидал Почему не раскидал Потому что российский Эксель Он ждет Когда будет точкой запятой А там стоит Все эти данные Первая строчка На самом деле Находится в ячейке А1 Если поставлю сейчас Ячейку Б1 Там будет пусто Там наверху Ничего нет Все данные Как-то далеко Они стоят В ячейке А вам нужно Работать с этими вещами Значит По идее Каким-то образом Указать Эксель Что Делается Выделяете столбец В котором все это сидит Это первое что начнется Ваш экзамен И вообще в принципе Деятельность Выделяете Столбец В котором все это сидит И на вкладке Данные Посередине На вкладке данные Есть Текст по столбцам Он так и называется Текст по столбцам Большущая кнопка Ее трудно не увидеть Если вы ее нажмете Вы увидите менюшку В менюшке Спрашивают два варианта Он может разбить С разделителями Но в данном случае Еще у нас есть разделитель Это запятые Поэтому мы и так и скажем А может еще дальше Разбить фиксированной ширины Допустим Каждые 6 символов Пусть он режет и ставит Нам этого не нужно Оставляем разделители Тем более что мы знаем Какие они И дальше Он предлагает Какой разделитель Знак табуляции Это между прочим Для текстовых файлов Точка запятой Это для экселерских ЦСВ Но в данном случае Нам что бы поставить Как раз точку запятой То есть Знак табуляции убрать Точку запятой Поставить Понятно, да? Но если есть другой знак То значит там Другой Запятая То есть Точную сторону Так прочел Запятую Ставим Это убирает И вот здесь Он, кстати говоря Сразу реагирует Он говорит Я вот так вот тебе сделаю Тебе так хочется? Ну а нам так и хочется Да Поэтому он далее Ну и дальше можно Текстовый формат выбирать Не выбирать Как хотите делаете Готово И все Цередине файлов В России Может теперь уже работать Но тоже еще не в конце Не помимо Почему? Потому что Вот здесь у нас Если широкую ячейку Сделать То вы увидите Что эти данные Приклеены С левой стороны То есть Он читает их текстом А не справа Почему он считает их текстом до сих пор? Потому что там точка стоит Надо выбрать этот столбец И на скалатке Главное Выбрать Замену То есть Замену Заменить Заменить там кого? Точку На На запятую То есть Если вы все правильно сделаете То он не только заменит ее Но он еще и правильно консульцировать эти числи Действительно поставила Куда Справа И теперь можно работать Как Выходить В обратную сторону Если вы говорите Там поработали с этим файлом Или вообще в принципе Другой файл Вы говорите Я хочу сохранить этот файл Сохранить как Отправлю я его Гансу Там обзор Выберите здесь Вот этот вот ЦСВ Не весит Никакой нас Поставит А поставит Поставит Точку Точку Запятой И Ганса Так же не почитает Как мы его Понятно Ну мы ему там скажем Точку запятой Заменить В обратную сторону Ну все Останется время на их семинаре Я покажу Как с помощью этого сделать Подарок Гансу Легко и просто Так И теперь семинар Собственно говоря Ну да Один будет стоять Жить нечего Так Семинар Значит У нас он называется Удаление Пропусков Удаление пропусков Которые называют ZLAN Not available Зарезервированное слово В шпитоне Вэре Во многих Статистических языках Но вы знаете Что Excel Не обозначает Пропуск А он просто Пустую ячейку Пустую Потому что Пустую ячейку Может быть пробел Но пробел Это уже не пустота И поэтому На взгляд не видно Что там есть Но тем не менее Значит вот она И выбросы Значит по поводу она Мы вроде бы Понятно Конституции В ячейке В котором либо Ничего нет Либо она И дальше Что это делать По поводу выброса Давайте Поговорим Значит Здесь У нас Допустим Есть в цели Столбец С выбор Кейки Здесь Какими-то датами X1, X2, Xn Вот Столбик Но их Очень много Тысячи Десятки тысяч Вы Для этого Ничего не можете сказать И для этого Нужна Либо Какие-то Целековичные Характеристики В каком-то смысле Отражающие Специфику Этих чисел И самое простое Что это может быть Это Ящик с усами И определение Границы Нормы Для данной Совокупности И выбросов Значит эти числа Наносятся Вот на эту ось И среди этих чисел Выделяется Специальное число Которое Называется Q1 В прошлом семестре Мы обозначали Как первую квартиру Первая квартира Наносится На ось Это Что значит Первая квартира Это означает Что Представителей Этого ряда То есть чисел Которые бывают Не выше Чем Q1 Их 20 процентов Не выше Это означает Что вместе с Q1 То есть Теперь Q3 Это что такое Q3 Значит Третья квартира Не выше Q3 Находится 75% Вашим уровнем Ну или того Если это выводка То значит Соответственно Георгий совокупности И поэтому Если вы нависуете Здесь Такие два Параллельных Основания И Вертикальные Чуточки Получить Ящик Здесь Внутри Ящики Теперь Можно Ввести Квартирный Размах Даже не буду писать Что такое Квартирный Квартирный Размах И вот Если вы Отложите Снизу От нижней Границы Вниз Отложите Полтора Таких В Полтора Полтора Вы Получите Нижнюю Границу Нормы Нижняя Граница Нормы А Соответственно Если Квартире Прибавите Полтора Ну Тогда Вы Напишем Верхнюю Границу Нормы И считается Общепринято Полтора Не выводится Ни из какой формулы Общепринято Все Точки Попадают Считаются В норме В этом Ряду Которые Написаны В столбце Если Есть Какие-то числа Которые Находятся В этой Нормальной 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 Коридоре То Вот эти числа Которые Здесь Даже Не рисуют А дальше Рисуют Последнее Число Из этого Ряда Которые Находят Усик Не обязан До конца До последней Точки Которая Которая Попала Торма И Соответственно Здесь Точек Нет Вообще Точка Находится Самая Высокая Точки Которые Оказываются Вне Нормы Здесь Точками Есть Ящик Сами Которые Но Паза Заключается В том Что Сейчас Нарисовано Три точки Поэтому А здесь Две точки На практике Не верь глазам Здесь Хотя Нарисовано Почему Потому что Точки могут быть так близко лежать Что они просто сливаются Сливаются Вы сейчас это увидите На экзамене Когда Нужно найти Вылеты Студенты рисуют картинку Считают вылеты И объявляют ответ И сразу Сразу пролетают мимо А если вы будете ее растягивать Долго Сильно То эти вылеты будут появляться Все больше и больше Не знаю Это скопин Застяки А все равно Может до конца не найдешь Поэтому Нужно что Нужно уметь Аналитически Наконить Нижнюю границу нормы Это Что такое Это Ку-1 Минус Полтора Дельта Ну и дальше посмотрим Как Это делается Я сейчас показываю На примере Двух Рядов Что я от вас хочу На семинаре Вы делаете То же самое Только для других Двух рядов Понятно Показываете То что вы успеете сделать Плюс вашу домашку И получаете 1 балл Значит наличие домашки Плюс то что вы сделаете Это 1 балл Нам надо оставить 15 минут И я покажу Как делать Подарок гансу Безеро Значит Для этого Нужно скачать С нашего файла С нашего сайта Скачать В сайте Сегодняшнего семинара Давайте Зайдем Это С данная Точка Ком Второй семестр Анализ данных Второй семинар Подсвечен Значит Семинары И домашние задания Можете скачать Это просто будет У меня вот здесь есть Я бы его высвечу А я сейчас скачаю И вот этот вот фарик Нам нужен Мы с ним будем работать Ну Подождите Немножко Сегодня Интернате будет ужасно Не знаю В чем дело Най вылеты Най вылеты Нажимаем Най вылеты Нужно скачать Нажимаем Скачать Физически На диск У меня скачано У всех Отлючите Или У прошлый парк тоже Ну Не знаю У нас что-то Здесь Просто скачать Просто скачать Да Просыпается И так же Скачать Надо будет Семинар ИДЗ Номер 2 Но этот я могу сейчас высветить Я уже скачал его на другую На другой компьютер Сейчас посмотрю Он будет и здесь есть Здесь нет Но я могу просто переключиться Здесь интересно На преподавательском компьютере Просто чуть-чуть более узко Видите Вот зауженные поля Я предпочитаю Показывать на этом Но в принципе И здесь тоже будет видно Я покажу сейчас Какой у нас Пока скачивать Я и обсудим План семинара Я для ряда А Ударю пропуски И удалю выбросы Определивых Построим инстаграмму Ящик сусами Не инстаграмму Ящик сусами Не инстаграмму Ящик сусами И для ряда Э Ударю пропуски И построим инстаграмму А вам нужно будет сделать Для ряда Б Для ряда Ж Только и просто не копировать И поставить Одна секунда Делается Интересный А в том, чтобы вы могли По памяти эту написать Экзамен с этого начнется Пока скачиваете Дома надо сделать Ц, Д, Х и Е В Е ждет сюрприз Не буду говорить какой На семинаре вы не сможете С этим сюрпризом разобраться Если дома не будете делать То не успеете Консультация Лекции за полчаса Я предпочитаю за час примерно Но за полчаса До лекции Консультация в любую неделю Вашу и в другую неделю Вашу неделю 38 Какой там 38.01 И эта неделя 38.01 В любое время До полчаса И вот здесь я еще Нашел крутые ссылки На Цели Я, честно скажу Не принимал Дмитрий Дзек Просто молодец Меня вообще трудно удивить Чем-то в цели Но вот он меня удивил И поэтому Ссылки здесь появились Для студентов Я баллы не буду давать Но это поверьте Это больше чем баллы Если вы это посмотрите И для себя Вот Две начинающих вроде бы Но я там был просто в восторге Так Ну вот Скачалось Да? Нет Ну Несколько не хочется Еще разочек Тогда повторите Ну вот Все У меня вроде оживает Все Скачалось Ну Скачалось Ну Да Значит Надо просто там Еще разочек Кстати Здесь просто Excel мелко Хотя Он здесь мелкий Но Вот Привычная Привычная Мелюшка А здесь Немножко по уши Там Мелюшка может быть непривычная Как на экзамене Ну давайте Запустим этот самый файл А На Аут Ну вот Чуть чуть больше Чуть чуть больше видно здесь И давайте Выделим первый столбец я на него показывать все очень любовь гуфер обмена он был сын брата и гуфер обмена тоже я предлагаю я предлагаю просто один из вариантов я то есть еще десятки вариантов если вы найдете более удачный может нам рассказать и на листик который называется без она скачаем этот файл фарик столбец я нажал control в но это на самом деле еще только пол дела а вы пода наверно считали геликсе чем они видим ну да другое значит я скачал значит я здесь выделил столбец контроль c и нажал control в это то же самое что и вы сделали однако вы должны понимать специфику excel он при таком копирование в первую очередь скачает и скопирует формулы формулы вы даже не посмотрели там формула или не формула и на практике но вы не посмотрели сейчас мы посмотрели а когда вы копировали на это не обратили внимание и такое бывает часто вы копируете какие-то чисто забываю что там формула а копируются формулы они ссылаются другие ячейки числа быстренько незаметно для вас подменяются и дальше вы начинаете кирилл и получаете поэтому копирование здесь надо аккуратно производить и вот вот подсказка всегда после копирования вот такой вот менюшечка она может быть внизу может быть наверху обязательно его открываем эту менюшку и спрашиваем каким образом вы хотите скопировать excel здесь предлагает огромное количество вариантов вот побольше десяток предлагает самый простой который нужен вам это три три третья строка 3 столбец 3 3 и такая кисточка нарисован если вы наведете сюда мышку то вы увидите что будет написано значение я и форматирование то есть будем сейчас вставлен в этот столбец значение чисел они формулы и будут сохранены цвета жирность текст размер на заболевать формат и чей я выбираю если вы знаете что вы хотите копить копирует форму просто копируйте все он по умолчанию копирует форму но во всех старых случаях я советую маниакально выполнять так не видно вот первый вот я хочу этот ряд избавиться от буквы на делать можно по-разному стать моря а это название ряда давайте напишем пока удалим то что я хочу его сортировать не это буква будет мешаться и первый вариант такой без всяких фильтров не выделяет она не не удаляю просто выделяю ряд и на вкладке главное в самом конце нахожу значок сортировать это такой фильтр от а до я рисован а я ну допустим или вы побывали либо по возрастанию делаете по убывали и у вас все пуховки она станут наверху а если вы сделали по возрастанию то она попали бы вниз самым чтобы не листать нет ли он уговорит ну вот собственно все достаточно теперь я хочу узнать сколько их и хочу их удалить ну сколько их могу сделать как функция счет если да но здесь сейчас не важно возиться поэтому я просто тихонечко выделю мышкой и не отпуская клавиши мыши не отпуская и и хочу обратить ваше внимание вот на этот угол уголочек которые записались локально написано сколько я строк выделил 10 и и крест сколько столбцов выделил один cc у кого это голова это строка ты что у меня 30 она понятно да ну я могу это написать день рядом что я на 30 вы спирать нажмем клавишу дн то есть мы сюда записали пустоту в эти ячейки один я спешу что она у меня все-таки было равно и она была работа вести и дальше снова выделяю этот ряд снова выделяю его и упорядочиваю теперь так как я его люблю в горячем у возрастали у меня все эти пустые места уйдут несуществующие ячейки у меня стал очищенный ряд но вроде понятно выделите снова упорядочить да но теперь выделяем снова этот ряд и копируем его на другой листке без и на и выброса по тысячам немножко посижу на этом листочке control в этого мало щелкаем на сюда и выбираем третью строку 3 столбец значение плюс формат давайте увеличим немножко картинку и вот теперь я хочу найти вот реально найти вылеты реально найти вылеты ну давайте напишем здесь у 1 по англице у один первая квартира но вот если помните среднее значение как переводчик перевел среднее значение по русски эсэр значит но квартира как бы вы думаете как бы он ее перевел давайте попробуем посмотреть вар только равно равно вар ну достаточно вар и уже всякие три варианта вообще существует где-то порядка восьми тире десяти формул которые каким образом оценивают квартир генеральной совокупности глядя на выборку ведь это на самом деле выборка самый распространенный из них это квартире бкл она пропуске линейно аппроксимирует так что будем выбирать квартир бкл одна самая самая достойная форма для квартиры и если вы первый раз пускать такую функцию я его сейчас нажимаю массив просто указываю на букву а то есть уже не уделяем а вот часть вот как бы нам запомнить по идее это первая квартира первая такая часть если 1 квартир но тут вряд либо первая часть либо на четвертая вот здесь вот первая то есть цифра один должен быть написано и квартире окей нажмите на что меня получилось теперь третьем квартире давайте ее напишем q3 и опять переключимся в русский и в английский язык равно русский 2 и в скрылые но теперь здесь массив тот же самый но часть какая трешка до трешка 205 там 10 дорогие но на практике формулы квартире не пользуются потому что очень часто нужны не платили и поэтому лучше пользоваться произвольной функцией которые дают тебе любой уровень паза на любой платит по задному уровню называется так равно давайте пишем проценте процент достаточно написать проценте бкл она немножко другое спрашивает то есть если вы нажмете массив тоже самое это понятно а вот здесь находит уже не единицу одну четвертую то есть доля какая если вы хотите 10 процентов то будет 0,1 а если ходить 35 процентов тогда же если наизание вопроса какова квантира уровня 65 процентов значит все есть надпись 1 0 в данном случае мы пишем в квартире первую квартире это 1 4 я прямо возьму 1 раз 2 на 4 здесь это вполне допускается чтобы там не возиться 0,25 меньше писать хотя как меньше там три символа и там а там 4 окей ответ должен быть абсолютно тот же самый и здесь подскажите что нам написать равно про процентит пелле значит здесь заряд 3 четвертая совершенно верно 3 четвертая точка я вас ориентирую вот именно на этот процентит так будет лучше так теперь кто нам нужен теперь нам нужно дельта вот я лучше вот это дельта квартирный это то что будет вычитаться из q1 чтобы достичь нижней границы норма да и это же самое дельта будет дельта ну значит это будет равно полтора умножить на сколько подскажите скобочка открылась дельта q это что значит 205 минус да вот такая картинка всего лишь полтора 5 курс смотрите на картинку мысленно если дельта и не граждан спорта окей то 459 так теперь здесь что новое нижняя граница норма как будет получаться пальцем да да минус минус да вот оказывается нижний граница нормы Все, что ниже, уже вылет. Все, что ниже, уже вылет. И amp. Почему не полтора? Полтора уже в дельте сидит. Полтора, мы написали, там, полтора на... По картинке дельта, это вот что, это уже прибавляется. Полторашка. Еще раз. Ловая? Ну, это что? Q1 минус дельта. А это кто? Q3 плюс дельта. Ну, не перебудите, это две сосны, три сосны. Да? Ок. Вот, получилось. А интересно, кстати, я где-то, где-то мне промелькивал в литературе, если вы сделаете здесь не полтора дельта Q, а 6 дельта Q, 6, для специалистики далеко, то это будет называться экстраординарный выброс. Не просто выброс, а экстраординарный. Это вот, грубо говоря, там сейчас войдет Прохоров 2,5 метра, это еще выброс. А когда войдет 3,7 или 4, это уже экстраординарный выброс, скорее всего, это ошибка. Ну вот, мы останавливаемся просто на выбросах. Ну и теперь смотрите, можно поступить красиво и не очень точно, но красиво. А потом точно сделаем, но не сильно красиво. И в совокупности получим и точно, и красиво. Выделяем столбец А. И, находясь на вкладке Главное, выбираем условное форматирование. Было это в прошлом семестре, но только мы обыгрались бессмысленно. А сейчас уже можно серьезно сделать вещи. Значит, условное форматирование, правило выделения ячеек. И в этом правиле я хочу сейчас нарисовать все, что ниже нормы. То есть, меньше. Значит, выбираю правило не больше, а какое меньше. Повнимательнее. И я меньше кого должен сделать? Меньше кого? Меньше лова. Где у меня лова? 131? Значит, здесь пишем. Значит, меньше вот этого значения. Справа написано здесь. Свертое красное заливкость. Ну, пожалуйста. Все, вот они ваши первые числа, которые получились. Это, оказывается, ниже нормы. Хотя нарисованы они у нас выше, да? Но все не менее. Теперь повесим на это же еще один один правил. Выделяем столбец. И прямо на него же вешаем условное форматирование. Но теперь уже правило выделения ячеек какое? Больше. Больше кого? Больше аппа. Давайте мне не светло красное, давайте сделаем при разнообразии. Там, не знаю, зеленый. Как вы хотите? Там можно старую желтую выбрать. Да. У меня зеленый. Отвратить. Окей. Ну, я так не увижу, но если я сейчас вниз пролистаю, то у меня уже там сзади должно быть что-то такое зелененькое. Видно, да? Да. Ну, листать. Зачем листать? Ну, можно просто таскать и все. Давайте посмотрим, сколько у меня зеленых получилось. Значит, я определяю зеленые. Еще красные. Что еще вниз? Красные, пустые наши. Ну, все пустые. Нет, ну, пустые. Да, это очень зеленые. Так, еще раз. Выделите зеленые. Это что будет тогда? Десяточка видов, да? Десять. Десять штук. Вот здесь. Видно? Десять. Так. А если я наверх подниму, и у меня вылетов вниз, сколько? А здесь, смотрите, написано не в этом месте, где было только что, а вот тут в уголочке пишу. Здесь стены 1С. Видно, да? Навигация быстренькая. Тоже десять штук. Ну, так случайно получилось. Десять там, десять там. Но я могу это сделать и аналитически. То есть, конечно, хорошо, если ты видишь глазами. А если как много вылетов с большой реакцией, там тебе все выбирают. Давайте напишем, сколько вылетов получилось ниже нормы. Какая функция считает сколько? Счет. Вот счет считает не совсем сколько. Счет везд. Вот здесь счет везд. Ниже норма, да? У нас есть условия. Итак, поехали. По-английски, по-русски счет. Если. А, там буквы Е. Там буквы Е. Там буквы Е. Лучше СЧ набирай сразу. Е не пишите. Счет если. Нажмите кнопочку F. Диапазон. Понятно, какой диапазон. А. А вот критерий. Не торопитесь. Критерий. Там сейчас не удастся написать правильно. Давайте напишем неправильно его. А неправильно это как? Меньше кого? Меньше Лоу. Меньше Лоу. Значок меньше пошел. Только вам низко подготовить. Переключите, пожалуйста. Меньше. И Лоу. Это ячейка D4 у меня. Понятно, да? Там написано меньше D4. Кто не видит, я здесь напишу. Значит, у меня в последнем там меньше D4. Вот так. Ну и окей. Нажмите. Что-то не произойдет. Десятки вы не увидите. А вы увидите кого? Ноль. Ноль. Но вы никогда не сталкивались с этим. Давайте вернемся в эту ячейку. Два раза на нее нажмем. Вот ноль. И клавишу F. Вот ту клавишу F, чтобы вернуть обратно. Что произошло? Смотрите, он вот сюда вот в этот критерий подставил нам, кого не видно, поставил нам кавычки. То есть он за нас задумал и додумал неправильно. Потому что сейчас что происходит? А происходит следующее. Он сейчас пытается в нашем лиду найти ячейки, в которых написано фраза меньше буквы D и 4. Ну, то есть он в кавычках это считает, буквально понимает. А нам надо было, чтобы он искал там меньше конкретного числа. И поэтому делается очень простая штука. Поправить его надо. Нужно вот эту кавычку перенести вот сюда. То есть фактически написать меньше в кавычках, а дальше подклеить символ конкрутинации, специально подклеить D4. Тогда он уже поймет нас, что вот к этому символу надо подклеить значение в D4. Попробуйте нарисовать кавычку в этом месте и символ конкрутинации это, по-моему, shift 7. Сейчас я это сделаю. Ну и мы тоже. Значит, посмотрите. Значит, убрали здесь кавычку, поставили здесь, но это же в русском, да? Кавычка и дальше shift. А, снова здесь. Да, можно даже не торопиться нажать. Посмотрите, уже видно, что он здесь десяточку, видите, да? Ну и теперь если нажмете ok, то получается десятка. Десятка. А теперь, конечно, превышение. Я теперь уже буду писать граммов, но я уже не буду так попадаться на эту ловушку. Равно.